С вами психолог Наталья Кучеренко. Сегодня тема гороскопы по году рождения, по китайские гороскопы так называемые. Итак, люди, рожденные в год лошади, это люди очень исключительные, ответственные, следят за собой, но они могут и затоптать, если на них лезть на голову. Они очень игривые, очень самобытные и умеют себя показать, представить. Это очень красивые люди, это, знаете, лощеные люди. У них великолепный вкус, они очень манерные, с очень тонким и вкусом, и очень чувствительные. Они не любят стоять на месте, им нужно постоянное движение. Они не будут сидеть спокойно по вечерам и пить пиво, им нужно обязательно куда-то пойти, где-то показаться. Любят, чтобы за ним ухаживали, любят, чтобы на них обращали внимание, чтобы их кормили сахаром. Есть понятие дикие лошади, есть понятие, да, такие чистокровные лошади. Дикие лошади это вообще, которые бегут, кричат, страстные, увлекающие, увлеченные, они умеют за собой повести людей. Они умеют их заставить работать на него. То есть лошадь сама по себе, она с одной стороны пахает, но с другой стороны у нее много лоска и изысканности. Лошади вообще, знаете, как вот хоть и говорят, что лошади свойственно работать, да, работать как лошадь. Это не качество лошади. На самом деле люди этого знака, они работоспособные, но они могут быть нестабильными. Они умеют работать, но они больше будут показывать, какие они красивые, как они умеют работать. У вас есть уникальные качества. Вы умеете людей найти вокруг себя, и вы умеете быть в состоянии такого изысканного позитива. Вы умеете порадовать людей, вы умеете ржать. У вас появляются уникальные качества, вы очень юморные люди. И вы вообще не эгоистичные. Бываете гневными резкими, но только тогда, когда вам конкретно уже лезут на холку. Поэтому самое главное ваше качество – это изысканность, это вкус, это манерность, и это уход. Вы очень ухоженные люди, вы очень красивые люди, и вы умеете это представить. И, конечно же, трудолюбивые. И вообще вы самые исключительные. Всего вам доброго. Продолжение следует...